Не успела компания Google рассказать о новых фичах Андроида на своем мероприятии Google.io, как серверы компании вовсю начали раздавать бету новой версии системы, тем счастливчикам, чьи телефоны попали в список бета-тестирования. Именно на этот случай у нас в редакции есть Pixel 2 XL, который и был немедленно обновлен на свежую и сочную бету. После суток использования новой версии системы я готова не только рассказать о нововведениях, но и поделиться впечатлениями об их полезности. Система уже весьма стабильна, обновления можно не бояться, но данные все-таки забыкапить стоит. Для установки бета-версии нужно зарегистрироваться по ссылке, которую найдете в описании, там выбрать устройство, которое хотите обновить, после чего бета появится в обновлениях системы. Несмотря на огромный экран пикселя, нерациональное использование места на дисплее из-за наэкранных кнопок раздражает. Хочется жестов, как в айфоне 10 или что-то в этом роде. Вуаля, Google начала двигаться в эту сторону. Кнопок осталось только две, а меню многозадачности вызывается жестом. Ниже при этом появляется строка поиска, а под ней несколько последних используемых приложений или приложений, которые, по мнению системы, мне может захотеться открыть. Machine Learning и вот это вот все. Можно листать окна привычным способом, а можно воспользоваться ползунком в самом низу. Интересно, что окна программ остаются активными, можно, к примеру, скопировать текст из одной и вставить в другую. Для быстрого переключения между программами свайп вправо по кнопке «Домой». Чтобы открыть меню приложений или ящик приложений, как его называют в Google, нужно потянуть клавишу «Домой» вверх, а потом еще раз вверх. В верхней части будут последние используемые, а также пара приложений или действий, которые вам могут сейчас понадобиться по версии системы. Это полностью новая интеграция отдельных действий из приложений в систему, которую назвали App Actions. Другая новинка Slices доступна в поиске. Также действия приложений интегрировали в поиск, чтобы пользователь не открывал отдельные программы, а максимально использовал строку поиска. Например, прямо отсюда можно включить музыку или вызвать Uber. Телефон у меня всегда в максимально беззвучном режиме. Уведомления падают в часы и продолжают появляться на экране телефона и в строке уведомлений. Теперь этот режим можно настроить на еще большее небеспокойство, полностью отключив любые признаки уведомлений или выбрав какие-то из них. К слову, уведомлений в строке состояния теперь показывается не больше четырех, а существование остальных подсказывают точки. Сами уведомления стали функциональней. Как и раньше, можно отвечать на сообщения сразу из уведомлений. Теперь же там показывается еще и часть переписки, а также можно отвечать заранее заготовленными шаблонами. Нелюбимый вами Viber уже это поддерживает. Также уведомления теперь можно проверить в самой иконке приложения по длинному тапу. Ну и дизайн этого всего добра допилили, сделав его еще более material. Скрыть уведомления навсегда теперь можно по длинному нажатию. Также появилось меню, в котором видны самые навязчивые приложения. Наверное, все были в ситуации, когда хочется отрегулировать громкость медиа, а вместо этого просто выключаешь звук телефона. Google это пофиксило. Теперь кнопка регулирует только громкость медиа. Для изменения громкости звонка нужно из этой же менюшки сходить в настройки. Даже за сутки использования заметно, что несмотря на бета-версию держать телефон стало ощутимо дольше. Новые алгоритмы использования батареи и отключения жора от неиспользуемых приложений реально работают. Надеюсь, что в релизной версии будет еще лучше. Я очень люблю рисовать на скриншотах, это чертовски удобно. Это уже давно есть в iOS и в самсунговской оболочке, теперь и в стоковом андроиде. Скриншоты делаются из меню выключения телефона по долгому нажатию кнопки питания, а после снятия их можно базово отредактировать. Вот бы еще они не сохранялись по умолчанию и не загаживали память. Гугл Лендс встроили прямо в Ассистент и Фотос. Можно искать информацию об объектах в реальном времени, либо затем уже на фотографиях. Особенно пригодится в путешествиях. В будущем для Фотос выйдет отдельное обновление со своей собственной магией. Но пока ни его, ни обновления карт, ни дашборда, который должен помогать вам меньше зависать в телефоне, нет. Ждем обновлений в ближайшее время. Что ж, обновления системы интересные, радуют как новый дизайн, так и новые фичи, тем более, что это еще не все нововведения. Жаль только, что сегментации системы лучше не стало. Пользователи смартфонов на андроид смогут порадоваться вместе со мной в лучшем случае через полгода-год, в худшем – после покупки нового смартфона. Ребята, с вами была Ника, канал Розетка.ЮА, оставляйте мне комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на Инстаграм Розеточки. Всем пока, котаны! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова